Из Чехии с победой. Два юных танцора из краевой столицы опередили сотню сильнейших соперников из 19 стран мира. Гимн России на чемпионате Европы по современным танцевальным направлениям звучал рекордное количество раз. С подробностями Мария Гнездилова. Вечествие. Именно это слово на чешском юные ставропольские танцоры выучили наизусть. В переводе на русский «победа». Маша Запинкова и Семен Вокалов опередили более 70 соперников на чемпионате Европы по современным танцевальным направлениям в Чехии. Эта красивая пара танцевала паппинг в дуэте. Мария и Семен – воспитанники Центра танцевального искусства «Лаки Джем». На репетиции победного номера у них ушло минимум времени – всего две недели. И это более чем престижный показатель. Когда я сама выиграла чемпионат Европы, это было, конечно, очень классно, очень здорово. Это было счастье большое. Но когда выигрывают дети, это вообще втройне более… Я не знаю даже, как это описать на самом деле. Это счастье переполняется. Маша Запинкова из Чехии приехала и со своей личной победой. В свои 11 лет она стала чемпионкой Европы в самой престижной номинации соревнований. Это кубок за первое место в номинации «Дети», «Соло», «Девочки», «Хип-хоп». Это мой самый дорогой кубок, самый ценный. Мария и Семен попали в сборную России – десятку лучших танцоров страны в своей возрастной категории. Кстати, современные направления, такие как паппинг, хип-хоп, хаус, брейк-данс, считаются одними из самых сложных видов танцев. Есть танцы, которые ты просто там ничего не делаешь, просто расслабляешься. Тут нужно напрягаться. Зависит от тебя, как ты, ну, душа твоя, либо ты танцуешь, либо нет, как ты пожелаешь. Зависит от ощущения. Если ты будешь чувствовать музыку и попадешь в музыку, у тебя будет ощущение, то все получится. В Центре танцевального искусства занимаются около полусотни мальчишек и девчонок разных возрастов. От самых маленьких, которым нет и четырех лет, до старшеклассников. Все они не раз участвовали в чемпионатах СКФО, Южного федерального округа, России и Европы. У нас в школе уже девять чемпионов Европы есть, поэтому есть чем гордиться и есть куда стремиться. Мария Гнездилова, Григорий Муратов, Ставропольское телевидение.